Дима Димы и господа, сегодня для вас светлые головы и их предводитель Дима Клебенко Блондинах все считают немножечко того, их это не смущает, как прочим никого Пусть логика устала, ушла от них сама, сейчас они подарят нам счастье от ума Люди, люди всего мира, очень любят всех блондинок Самых светлых и прекрасных женщин, женщин на земле Дима, Дима, Дима Клебенко, шоу, шоу, шоу начинает Там, где, там, где, там, где светлый разум Разум побеждает тьму, побеждает тьму Наши блондинки хорошо знают, что такое положение вне игры Это когда симпатичный футболист, увы, давно женат Это шоу «Светлые головы летние игры» И я приглашаю на поле ослепительную команду блондинок Встречайте певица Лавика Здравствуйте, проходите У Любы два высших образования и аспирантура Праздительно, как эта хрупкая блондинка носит такой багаж знаний Журналист Юля Ковалева Здравствуйте, Юля, проходите, пожалуйста Рядом с ней безопасно Курорт, где она недавно отдыхала, даже цунами обошло стороной Преподаватель музыки Алена Юдина Здравствуйте, Алена Однажды она сбежала из детского лагеря, чтобы вместе с мальчиком сжечь костры на берегу моря У нас в гостях певица Алена Погосова Проходите, Алена Эта блондинка берет очень высокие ножи и очень дорогие подарки Ее коронная фраза «Все и сразу» Она не собирается тонировать свою машину Ведь этой леди есть что показать Капитан команды, телеведущая, девушка блонда Занимая свои места, добро пожаловать в наш клуб Я очень рад вас сегодня видеть Вы спортивные и, надеюсь, непобедимые блондинки Но я должен вам рассказать о правилах нашего клуба На столе лежат 12 конвертов с вопросами На 10 из них вы должны ответить Внимание, блондинки, мы играем на деньги Это радостная новость И чем больше правильных ответов, тем больше купюр и шансов выиграть в наших летних играх Итак, мы начинаем Я кручу рулетку, это значит первый раунд Девочки, напрягаем свои спортивные мозги Девочки, а спортивные мозги это какие? Мускулистые, накаченные, загорелые Я думаю, что они точно должны быть загорелыми, спелыми, ты права И в стрингах И в стрингах, да Главное, чтобы эти мозги не жали между правым и левым по ушам Вот правильно, да, я согласна с тобой, это очень важно И так наша стрелочка показывает нас сектор Сектор губная помада Сектор классота Нельзя подглядывать Ой, боже мой, что же я делаю? Это Димона Стоимость вопроса 200 гривен Девушка блог Ты хореограф? Да, в прошлом году Позволь же тебя пригласить на танец Вот это начало нашей игры, вот это я понимаю, да? Танец, который сейчас мы станем, называется Котельон Котельон? Я буду тебе показывать И все, оп! Какой клава, потрясающий экспорт, молодец Боже мой, я подумала, это армейские напевы Потрясающе, танцевал бы и танцевал бы А то очень хочется задать вопрос Котельон Изначально так называлась деталь женского гардероба Девушки показывали ее, когда плясали И со временем название перешло на сам танец Через минуту скажите, о какой детали женского гардероба идет речь? Время Я думаю, что это подъюбник Нет, это подъюбник Где штанишки? Коко Шанель, она же придумала что? Шляп Ну, если Котельон Видимо, они тогда танцуют Котелон Котелон Что-то они с Котелка Я думаю, что это должно быть Я думаю, что это более интимная какая-то деталь Либо корсет, либо подъюбник Я думаю, что это с Котельонами Девочки, панталоны Хорошо Давай Все, мы знаем ответ Мы не знаем ответ Мы очень думаем Надеемся, что все же боги нам подскажут Мы уже знаем ответ А мы еще можем думать, правда? А мы еще думаем Да, конечно, думайте, думайте Брителька может Окей, может быть, Котелок Нет, девочки, давайте думать о том, что в то время у людей не было не то, что брительки, не то, что трусов У них вообще ничего не было Это штанишки Это панталоны Давайте просто послушаем нашу инфляцию Время? Время Да Боже мой, какие воспитанные сегодня игроки Я только первый раз в время, а вы уже молчите, как в школе Мы очень послушные дамы И сегодня обладательница самых интеллектуальных и, мне кажется, интуитивных чувств ответит на наш вопрос Кто же это? На вопрос, я так говорил, отвечает Юлия Ковалева Да, только я хотела очень сильно попросить Я погуляю с вашей собачкой Маленькую подсказочку Пожалуйста, дайте ответ, Юлечка Почему-то мы вот так вот думали и придумали, что, скорее всего, это какая-то интимная вещь Это либо подъюбник, либо панталоны Дайте конкретный ответ Подъюбник, подъюбник Подъюбник, панталоны, что же ты делаешь? Я принял ваш ответ А теперь, внимание, правильный ответ Когда девушки плясали, они подхватывали платье Да так, чтобы были видны... А чего вы радуетесь? Интуиция Откуда вы знаете, что было бы видно? О, боже, девочки Вы знаете, что ли могло было видно? Вы представляете, что бы это было? Речь идет о нижних юбках. Это правильный ответ. Дима! Я считаю, что правильно. Дима! Громче. Дима Калитенко! Спасибо. Спасибо, девочка. Спасибо большое, Иван. Я хочу познакомить вас с хранительницей традиции нашего клуба. Очаровательная, умная, строгая, но справедливая. Даша Трегубова! Добрый вечер! Дашенька, как настроение? Я вижу, вы вся в белом. Это что-то значит? Но это не должно никого обмануть, потому что я сегодня такая же белая, как и девочки, но далеко не такая пушистая. Поэтому сегодня игра будет суровой. Спасибо, Дарья. Спасибо. Аплодисменты для Даши Трегубовой. Итак, команда Блонди зарабатывает 200 гривен. Юлечка, по праву они принадлежат вам, конечно же, 200 гривен. У вас один балл, и мы приступаем ко второму раунду. Я кручу рулетку. Блонда? Да. Ты такая сгоревшая, такая отдохнувшая. Ты с корабля на бал, я так понимаю. Я с корабля на бал. Рассказывай, не была. Очень удивительная история. Отдыхала в Дубаях, и буквально только вот прилетела я вчера. Там безумно интересно, несмотря на то, что 46 градусов шпарят и шпарят везде и всех. Кто кого шпарит? Вот, ну, кто кого шпарит, мы поговорим с тобой потом. Дримерки, я тебе хочу рассказать. Не, не, не. Очень интересно. Не, 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 очень интересная история. Я просидела 12 часов в аэропорту, потому что Мурий задержался. Мы рожали с роженицей. Я даже умудрилась посидеть. Как с роженицей? Роженица, девушка рожала. Она лежала на полу и рожала прямо в скейтах. Ты к этому часу? Она родила кого-то? Кого родила? Кого родила-то? Кого-то же она родила. Отменились. Роды, это просто была потухи. Но я успела посидеть в местном, так сказать, РВД, да, наверное, это называется? Ну, наверное. За что? В багажном отделении. За что? Правда. С людьми, которые в Уганду отправляли телевизоры, шубы и холодильники. Я так понял, что ты отдала свою собачку, да? Нет, собачка... И мы начинаем еще раз наш тур. Браво. Да, и так стрелочка показывает у нас на сектор разговорчики. Стоимость этого вопроса у нас... О, 300 гривен. О, ну побольше. Мы растем в совершенно 100 гривен. Итог, 100 гривен. Друзья, мы у нас в гостях на наших видеоэкранах группа «Тонок на Майдане Конга». Прошу. Приветствую вас, светлые головы, вы наши. Увага, вопросы. Забег на 100 метров под час Олимпиады 1896-го року викликал на трибунах особливое пожвавление. На старте публику развеселив американский спортсмен Том Бьорк, який тогда стал, до речи, олимпийским чемпионом. Отже, за одну хвилину покажи, что тебе так рассмешило глядачей. Время. Девочки, ну что могло рассмешить американцев и тех людей, которые приехали? Конечно же, он показал всем свое, так сказать, нутро. Главное, чтобы не думал. А там, наверное, была у него интересная грудь какая-то. Волосатая. Волосатая. Волосатая грудь. Нет, мы думали, что он... Поэтому можно сто процентов подумать, что это европейец. Поэтому, конечно, все-таки он показал свои ягодицы. А подождите, а здесь есть традиция, по-моему, майки задирать? Ну, в футболке после... Ну, в футболе они майки задирают и меняются майками друг с другом. А если уж другой снял? Стоит, что он мерк, это же бег. Он рассмешает, да? Единственное, чем он мог удивить, это только своими... Он удивил или рассмешил? Рассмешил. Рассмешил. Мне тоже кажется, что это касательно чего-то такого, ну, банального кукла. Он снял, что процент снял, это же шорты, леггинсы. Так подожди, они не могут поднять футбол наше пледающе. Девушки, он не мог упасть? Мог. И поползти. И это было бы веселее. Он упал. В конце концерта, американцы-то смеются в основном с таких моментов. Жетонберг упал? Ну, да. Охрен! Кто будет отвечать на этот спортивный вопрос? Ну, буду отвечать я, так как мы не успели договориться, времени мало, в принципе. Но вы можете взять помощь в зале. Но эту сумму денег, сколько стоит вопрос, вы отдадите этой девушке, которая правильно ответит на этот вопрос. Дим, скажи, пожалуйста, тогда нам это принесет бонус? Нам принесет это балл, если девушка ответит правильно? Конечно! А, только деньги мы отдаем. Конечно, вам будет балл. Берем мы весь зал берем. Зал. Вы берете полный зал. У вас не строн 20 секунд, поэтому обращайтесь в зал. Время. Девочки, что нужно делать? Показать или у вас? Показать, может, пятую точку. Понятно, девочки не знают. Показать пятую точку. Показать пятую точку. Поп? Поп, кстати. Показать пятую точку. Ах, очередь. Спасибо, девочка всегда. Показать пятую точку. Девочки, он встал задом наперед. Лучше показать точку. Что он встал? На старте он встал задом наперед. Не так, если все стартовали. А стал наоборот. Наоборот, задом. Точно. И добежал задом. И бежал. Облуждение прекращено. Время? Я знаю, кто ответил на этот вопрос. Дорогая Лавика. Прекрасно. Обмечает на этот вопрос, дорогая Лавика. Хорошо. Что рассмешило зрителей? Господин пока. Лавика! 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 Мы с тобой! Мы с тобой, друзья, наставить внимание! Этот асан называется собачка в йоге. Это когда становится человек, наклоняет корпус и делает сексуальное движение. Но они перед тем, как бегут, они все так двигаются. О, капитан команды, молодец! Покажите, потому что я не понимаю, что вы имеете в виду. Я держу, я даже клоняюсь, я тебя держу. На старт! Внимание! Марш! Вот, теперь все понятно. Я принимаю ваш ответ. Возвращайтесь, прошу вас. Он стал наоборот, похоже. Красиво, молодцы. А теперь внимание на экран. Мы слушаем правильный ответ. Отже, правильная ответ. Тогда все еще стартовали с высокого старта. Приблизно так. А Том Бьерк в перше, стартовав с низкого старта, и так взявилась вся фраза на низком старте. У вас два балла! Поздравляю! И 300 гривен мы отдаем. Мы же отдаем. Кому? Девушке? Там девушка подсказала, кажется. У нас было две девушки. Подойдите ко мне, прекрасная особа. Это вам. Сходите и купите себе все, что вы хотите. Спасибо вам. Это ваши деньги. Спасибо за подсказку. Уважаемые телезрители, вы тоже можете стать участниками нашего шоу. И как это сделать, я вам расскажу, но позже. Так что внимательно смотрите программу. Итак, я кручу рулетку. Это значит, что мы приступаем к новому раунду. Третий раунд. Я волнуюсь еще раз. А поговорить мы не можем. Третий раунд. Катя, ты говорила о том, что самые сумасшедшие романы в твоей жизни, да, вот мы стояли, были летом. Я так понимаю, что с футболистами это же однозначно. Нет, с футболистами. Кто может быть сексуальней, интересней, ну, интересней, вряд ли, но вот сексуальней точно. Гонщики. А гонщики, автоконщики. Все-таки было, да, у тебя? Нет, футболистов не было. У меня была встреча с Ребровым и такая ситуация, когда я его не узнала. Я подошла, я не помню, что-то спросить, и он мне начал говорить, а вы что, меня не узнаете? А вы что, меня не узнаете? Я говорю, нет. Он говорит, я Ребров, Андрей или Сергей он. По-моему, Сергей. Сергей, да, Сергей. Сергей Ребров. Да. И я отхожу, и к нему бежит вот такой вот код для детей за автографом. А куда же показывает наша стрелочка? В девяточку, да? Прямо в девяточку. В девяточку. Спасибо. Это сектор «Красота». Что здесь? О, девушки, внимание, это Блиц. Цена Блица это 300 гривен. А, общий. Вам необходимо ответить на три вопросика. Каждый вопросик 20 секунд. Если вы не ответите на один вопросик, вы не заработаете ни балл, ни денежки. Вы готовы? Да. Итак, внимание, вопрос. Ив Сен-Лоран говорил, любовь – лучшая косметика. Но косметику легче. Купить. Продолжите фразу. Купить. Время. Нет, нет, нет. Попробуй. Нет, нет. Или найти, или купить. Лучше купить. Лучше купить. Он же бизнесмен, мне кажется, лучше купить. Я тоже. Нет, так не купить. У него все было, типа, с молой связано. Да, он такой ненормальный вообще. Любовь – лучше косметика. А, получается, легче. А что ж, косметику легче? Любовь – лучше косметика. Время. Я повторю вопрос. Любовь – лучшая косметика. Но косметику легче. Купить. Это окончательный ответ? Ну, других вариантов у нас просто нет. Это правильный ответ. На первый вопрос вы ответили. Молодцы. Соберитесь. Второй вопрос. Внимание. Коко Шанель считала, руки – визитная карточка женщины. Шея – ее паспорт. А грудь – это... Время. Вместо прописки. Вместо прописки, девочки. Лицо. В грудь. Вище. Можно понять, где человек живет. Нет, в лицо. Руки. Что там было? Руки. Руки – это женщины. Руки – это, типа, достоинства женщины. Шея – это ее паспорт. А грудь – это ее паспорт. Слушайте, у Коко Шанель было столько любовников, и она выехала только на то, что она занималась... Время. Кто отвечает? А, девочки, девочки, отвечаем. Дорогая, вот ты вот точно знаешь. Отвечает Юлия Ковалева. Давайте посмотрим на мою грудь. Что это? Облагательница не... Юленька, вот ты недавно приехала со Шри-Ланки. Да. А где ты еще была? Да, много где я была. Ну, где ты была еще? А где? На Майорке была. На Майорке была. В Барселоне, в Израиле. Еще где. И везде... В Тунисе. И везде нельзя. И везде, конечно, грудь пользовалась успехом, да? Ну, ты же не просто так попала в эти страны, да? Ну, ладно, отвечай. Итак, руки – это визитная карточка женщины. Шея – это ее паспорт. А грудь – это... Виза. Какая виза? Тогда виз не было, блин. Ну, подсказывают виза. Я принимаю ваш ответ. Да, есть, в этом что-то есть. Я принимаю ваш ответ. Так, все-таки виза. Итак, правильный ответ. Руки – визитная карточка женщины. Да. Шея – ее паспорт. Да. А грудь – это... Да. Да. Нет. Загран – паспорт. Паспорт. О, блин. Девочки. Молодцы. Мне кажется, это отличная фраза, как у Шанель. Ого. Но засчитать ответ я не могу. Девочки, я думаю... Увы, столько подсказок. А, девочки, точно, мы же должны следить за Димой. Дима нам дает, так сказать, послание. Да вы не должны отрывать от меня глаз. Вот мы не отрываем, а из-за этого отвлекаемся. А не так, мы не думаем. Итак, я кручу рулетку. Это значит, что у нас... Следующий раунд. Следующий раунд. Димочка, ты занимаешься спортом? Конечно, я занимаюсь спортом. А вы? Я занимаюсь конным. Кстати, я хочу вам сказать, что вы прекрасны на спорту. Вам бы очень пошли. А как зовут твоего коня? Вы знаете, моего коня, я не могу назвать его имя, потому что это очень одного влиятельного человека, поэтому имени не могу назвать. Нет, секундочку. Почему же? Нет, секундочку. Почему же? Что самое интересное? Вы знаете, я скажу... Коня, знаете, как я говорю? Зачем нам имя коня? Назовите этого человека, чей такой? Зачем нам имя коня? Не могу. Но скажу, что вам это очень пошло. А для чего ты начала заниматься конным спортом? Мне сказали, что там богатых мужчин много. И ты его там нашла, да? Да. А кто свободный за столом? Кто не замужем? Девочки, едем кататься на лошадях. Срочно в конный клуб. Можете, что я сам как раз выбрал? Сектор «Любовь». Да, «Любовь». Лавика, «Любовь» – это почти одно и то же. Скажи, «Лавика, любовь». Да. Цена вопроса – 500 гривен. Дороговато, любовь, что я. Ничего себе. Скажите. Алена Юдина. Да. Это я. Вы вообще азартный человек? Да. Машину можно проиграть? Ну, я умею останавливаться. А вы свои деньги проигрываете? Или любимого мужчины? Любимого мужчины. Все правильно делаешь. Итак, внимание, вопрос. Вы готовы? Да. А я что, одна здесь без мужчины? Да. У нас темы другие. Детка, теряйте. Но я имею в виду в жизни, не за столом. Юлечка, наша жизнь – игра. Мы тебе устроим личную жизнь. Давай заработаем здесь деньги. Да, мой, пойдем. На конях. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай пойдем на конях кататься. Так, внимание, вопрос. Одна японская компания представила уникальный игровой автомат. У него нет ни джойстика, ни клавиатуры, ни педалей. Зато с помощью специальных сенсоров этот автомат позволяет игрокам делать то, что каждый из вас умеет со школьной скамьи. Назовите это действие. Попрыгалки? Может, танцевать? Да, да. Нет, там прыгалки вот эти. Назовите это действие. Там нет, там один сенсор. Ты прыгаешь, ты собираешься. Получаешь, ты собираешься. Как он называется? А название разве, ну, это название. Веселые кнопочки на палу. Действие. Это танцевальные веселые кнопочки на палу. Сенсорные, веселые кнопочки на палу. На экране показано, что делать нужно. Как какие кнопочки наступать. Или прыгать. У нас готовый ответ. Давайте еще поговорим. У меня есть вариант по поводу косметики. А, подождите, там еще косметика была приделана. Нет, там не было косметики. Мало косметики. Я перепутала. Унесу, а куда-то не туда. А может, в то время, когда я сейчас на нем... Нет, на самом деле, девочки, девочки. Можно... Нет, на самом деле, там же и гольф есть. И там стрелая... Но это точно так. Весочек, правильно. А, тогда только танцы. Может, ты что-то нажимаешь. Часть такие телевизоры... Время вышло. Прекратили обсуждение. Блонда, кто отвечает на этот веселый вопрос? Этот автомат показывает... Недавно с Ковалевой. Мы этим уже занимались. Сегодня, сейчас и недавно. Отмечайте, Алена. Это сенсоры, которые расположены, скорее всего, на полу. И... А чем вы занимались с Ковалевой? Нет, вспомните. А чем вы занимались с Ковалевой? Кстати, при вас. Вы это все видели? Прыгали. Нет. Я принимаю ваш ответ. Нет, танцевали. Внимание. Правильный ответ. Благодаря сенсорам игроки управляют автоматом без каких-то дополнительных средств. А сенсоры считывают положение глаз. Класс. Это действие... Стрельба глазами! Это вообще нереально додумать. А что же это мы такое с Ковалевой делали? Не, а что вы с Ковалевой делали, Дима? А почему это мы этого не видели? А чего это вот это вот все? Я не поняла, а я думаю, отчего он так смотрит. Дед, ну ты знаешь, а ты говоришь... А он подсказывает! Почему ты, дорогая, вот ты говоришь, я одна, что одна? На тебя смотрит мужчина, а ты говоришь, я не пойму, а что ты меня смотрит вообще? Я со школьной, я прыгала в классике. Девочки, не расстраивайте меня, потому что я вам перестану подсказывать. Все, я на стрессе, девочки. Если у вас закипят мозги, если вы захотите срочно уехать на юга мыслями своими, вы можете взять музыкальную паузу, и для вас будет петь «Мужчина-звезда». Мужчина! Пока крутится стрелка, подумайте об этом. Подумай, а то. Дима, я же не сказала, девочки, сумасшедшую историю про... Мне удалось побывать в гримерке, хотела сказать. Мне удалось побывать в раздевалке сборной Украины по футболу. Я трогала все футболки. Во время перерыва? Нет. У них даже есть такая штука. Мерела. Мерела и трогала. Мерела? Ну, не, не нюхала. Не нюхала. Но там классно то, что там есть даже специальная такая штука, как типа такой педикюр для бутс. Там специальные умывальники для бутс, и футболисты перед тем, как выйти на поле, моют обязательно бутсы специальной химией. А зачем? Потому что поле, оказывается, стоит миллионы денег, и можно занести туда грибок. Ковалева, а ты же была возле дома Андрея Шевченко, да? Я была. Она же с Ребромом там прогуливалась. А ты же была свидетельницей. А потом что? Что соседи говорят? Начальник. Нет, соседи его просто видели с другой барышней, и мы делали расследование. Вот. У него же блондинка, а видели его с брюнеткой. Я представляю, а как ты делаешь расследование? За деревом и за детской площадкой. Это как-то думает. Ой, наша стрелочка показывает на красивый сектор жизни. Цена вопроса 600 гривен. Я прошу своего помощника вынести приправу. Алена Юкина, вы любите готовить? А кто же у вас готовит? Я. Ну? Нет, ну не только я. У нас кто пришел в гости, тот и готовит. Внимание, вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на эту смесь. Эта смесь состоит из горчицы, перца, соли, хрена, уксуса и немного сахара. Когда-то на Руси существовал обычай. Это сахар. Согласно которому мужчину заставляли съесть большую ложку такой смеси. Для потенции? Как вы думаете, когда мужчина ел, что делала его жена? Водичку приносила. Амлон, да. Время. Боже, что делала жена? Ела водой, что она готовила. Рядом стояла, поддерживала его. Нет, так как я говорила, что он ел хрен. Я все равно такого вонючего буду любить. Да, подожди, Лавика, с вонючим. Смотри, вот если получается мужчина ест грен. Зачем? Правильно, для потенции. Специи, приправы, типа аля лиагра такая средневековая. Что она в это время делает? Поддерживает или она что-то делает уже в этот момент? Я думаю, что она делает. Поддерживает своего мужчину, нет? Да нет, ну это вообще как-то нефть. Уже кормила. Я слышу интуиции голоса где-то здесь. А что она может делать ему? Мама кормила. Она кормила его этим хреном. Нет, он ел. А что она делала в это время? Она могла дуть сува. Или ветерала слезы. Ветерала слезы. Ну смотри, мужчина ест кучу хрен для того, чтобы помогло. А она в это время готовится и кофе ты жаришь. А наоборот, подожди. Но она же с ним. Ну острое он есть. Это же не морепродукты. Для чего? Чтобы взбодриться. Нет, подожди. Время, время, время. Она плачет. Итак, блонда, которая видела счастливые моменты других людей. Так сказать. Недавно. Да. Кто будет отвечать на этот вопрос? Я думаю, что Ян. Я считаю, что женщина в этот момент кормила мужа и плакала. Я принимаю ваш ответ. С черпаком. Блин, мы же не плакала. С черпаком. Кормила и рыдала. Голая. Девочки, вы знаете, что был еще один старинный обычай. Когда женщина делала это, мужчина, муж, должен был изобразить ее страдания. Он должен был стонать и охать. Да, блонда. Вот так. Вместе с ней вот это вот. А когда так делают? Когда рожает. Ну. Так вот. Вот почему ему хрен заставляли дать. Вот так надо было ответить. Она рожала, а он жрал хрен. Да. И как. Я же сказала, что он расслабляет. Вот я сейчас как отъедела от него. Считалось, что так он брал часть боли на себя. Вот это да, девочки. И чувствовал, что роды это, девочки, не сахар. Боже. Вы проигрываете этот раунд, увы. Девочки, я думаю, что нужна музыкальная пауза. У нас в гостях братья Борисенко. Встречайте. Наверняка я прощепчу твое имя. Я верю в чудо, а значит, счастье идет. Ты лучше всех. Моего сердца половина. Я верю в чудо, а значит, счастье идет. И нету предела, знаю я наперед. Знаю я наперед Я просто счастлив И я тебе желаю счастья Над нами будет просто нет Где мы встретим наш рассвет Я просто счастлив И я тебе желаю счастья Давай мы будем просто верить Моя любовь Люблю я вновь и вновь Люблю я вновь и вновь Наверняка я прошепчу твое имя Добро пожаловать в мое сердце Come to me Come to me Я просто счастлив И я тебе желаю счастья Давай мы будем просто верить Моя любовь Люблю я вновь и вновь Люблю я вновь и вновь Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки будьте счастливы Спасибо большое Удачи вам на сегодняшней игре Побеждайте с умом Из красивого цвета волос Отлично потанцевали под братьев Борисенко Юлька зажигала просто на отлично Ух, зажигалочка наша Наконец-то вы дождались Этого самого светлого момента Шоу «Светлые головы» Вопрос для телезрителей И задаст его известная блондинка Ольга Фреймут Слушайте внимательно А потом заходите на сайт Адрес вы видите на экране И оставляйте свой вариант ответа А взамен на правильный ответ Вы можете получить романтический ужин на двоих в ресторане Который выберет для вас Самый требовательный ревизор Украины Внимание! Вопрос! Ответы на вопрос Ольги Фреймут Мы принимаем во время программы Еще час после ее окончания Завтра в 18.00 Снова заходите на сайт Светлых голов Чтобы узнать имя победителя Мы начинаем шестой раунд И я кручу рулетку Девушки, сразу после окончания нашей игры Вы должны будете выбрать Самую светлую голову Вашей команды Эта девушка В финале Сразится за главный приз Нашего шоу Наших летних игр Это Мантию светлейшего магистра Так, стрелочка показывает на сектор Опять помада Опять кумиры Такой футбольный вопрос Он стоит 400 гривен Кто знает, кто такой Пиле? Футболист Футболист Очень известный За свою карьеру он забил полторы тысячи голов Внимание, вопрос! В 1958 году Легендарный футболист Пиле Выпустил автобиографическую книгу На родине спортсмена Она привела к удивительным результатам Которые настолько всех поразили Что Министерство культуры и просвещения Бразилии Даже наградила Пиле памятной золотой медалью За что? Время? За автобиографическую книгу Ну, автобиографическая книга То есть биография наша пишет о всяких интересных моментах в своей жизни Так как Бразилия безумно-безумно бедняцкая страна Я думаю, он писал о том, что Красиво рассказал о том, что от и до весь свой путь И эта история вдохновила очень многих последующих Или футболистов, или детей Ну, в 1958 году он еще особо заслуг Да неважно, Бразилия сейчас особо не сблещет в своих моментах Может, он первым сдал ее? Нет, я думаю, что он просто многим людям открыл глаза на то, как можно добиться высоких результатов И это даже долгий и сложный путь Не, ну, это получается тогда нельзя Министерство культуры А кто еще дает за книги награду? Фsix MILLIONία $% год Министерство культуры Министерство культуры Это какие-то подсказки Какие были? Погодите. И просвещение. И просвещение. Время? Время. Время. Просветило людей Бразилии. Владимир, кто отвечает на этот просвещенный вопрос? Я думаю, отвечает Лавика. Лавика. Ну вот скажи, страна Бразилия бедная. Бедная. Это что значит? Люди имеют ценности другие, нежели только материальные какие-то. А что они умеют? Они умеют замечательно веселиться, отдыхать. А что они не умеют? Фестивалить. Писать. Фестивалить. Они не умеют, а они неграмотные. Одни один из тех, кто смог. А люди что? А люди. Ого, вот это чувак. Ого. Люди сказали, девочки. Ого. Сказали люди. Имя сказали, да? Ого. Благодаря этой книге. Да. Люди начали читать. Получились читать. Девочки, я не могу засчитать вам этот балл. Дима, у вас здесь упало. Я уже подсказывал, как мог. У вас здесь упало. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Так что, не засчитываем. Я разговаривал только с Лавикой. Да. Итак. А за столом был шум. За столом был шум. Ваша команда в этом раунде оштрафована. Ну, за что? Ну, Дмитрий. Ну, может быть, вы сразу подумаете. Биле получил за то, что тысячу необразованных бразильцев, чтобы самостоятельно прочитать эту книгу, научились читать. Господи, боже мой. Боже мой. Это был прекрасный вопрос. Это замечательный вопрос. Ну, что ж, я кручу рулетку, мы переходим в следующий раунд. О, девочки. Я расстраиваюсь каждый раунд. Я расстраиваюсь уже все. А команда автоматически получает 10 баллов и автоматически попадает в полуфинал. А у нас стрелка показывает на сектор путешествия. Прошу, Ковалева, подайте мне, пожалуйста, конвертик. Путешествия на туфельке. Да, с туфелькой, спасибо большое. Ну, как бы туфля путешествия. О, 300 гривен. Ну, знаете, в нашем случае 300 гривен уже на безрыбе и рак рыба. Девочки, вот вы чувствуете себя богинями? Я думаю, я богиня труда. Алиночка? Я добра буду. Богиня добра. Такая на коне. Такая на коне и добрая. Лавика, а ты? Я, конечно же, богиня любви. Богиня любви. Молодец. Я тоже хотела быть. Правильно. Хорошо, принимается. Что за вопрос? Алена? Я не богиней хочу быть, я музой буду. Музой, такая фрулин. Ковалева, ваша очередь. Я богиня-мужчин. Вот так вот сразу. Согласна. Я знаю, как с Ковалевой отдыхать. Мы в детстве вместе ездили в детский лагерь, и я была ее пионер-важатой. Моей, да. Хух, она чудила. Она правда богиня-мужчин. Она была самой... В лагере, да, уже? Ты же маленькая еще была. Хорошо, давайте в нашу дружную компанию позовем Эрику. Внимание на экран. Привіт, девчата. Хочу поставить вам питання стосовно мого рідного міста. Увага. У квітня цього року статуї давньогрецьких богів Нептуна, Діани, Амфітрити та Діоніса, які оточують площу ринок, оновили свій одяг. Питання. Що означають цифри на новому одязі богів? Боже! Время же! Тема, как бы, у нас немножечко футбольная. І евро, вроде бы, как бы, в этом году. Ідет сейчас. Да. А, уже начало. Оно уже идет. О, да. А ты не заметила, да? Ну, ответ 2012. Я принимаю ваш ответ, но давайте, пожалуйста, спросим у Еріки. Шановні блондинки, я дуже сподіваюся, що після цього запитання ви будете більше подорожувати містами України і обов'язково відвідуєте Львів. А відповідь така. Статуї одягнули у футбольну форму, а цифри означають рік проведення Євро-2012. Юлечка, ви, наконец, зарабатываєте. Браво! Ну, хоть что-то, девочки. Девочки, ну, че же, ну, хоть что-то. У вас его аж 500 гривень. И три балла. Три балла, ну, не густо, конечно. Три балла, 500 гривень, как-то так. У нас разыгрывается восьмой раунд, и я кручу рулетку. Алиночка. Да, Димочка. Алиночка. Алиночка. А ты любишь футболистов? Люблю, Димочка. Ну, ты знаешь, честно, я вот... За что ты любишь? Я не сильна в футболе, я вот мало смотрю, но вот у меня есть любимый футболист. Алиночка сильно? Ну, говори мне уже, говори, как есть. Да ладно, я просто вот с одним футболистом пела в караоке. Это Владислав Ващук поет замечательно. Вот такой мужик. Это было... И он стал любимым футболистом у меня. Но ты знаешь, что они развелись, селитая сечкарь, он уже свободен. Да, да. Да, да, нет, не знала. Да, да, да. Возьми с меня на заметку. Давай, давай. Я вам запишу. Пой лучше, набирай 100 баллов в караоке. Я запишу. Стрелочка по часовой показывает на конвертик кумиры. Сюда? Алиночка, подайте мне, пожалуйста, этот конвертик. Спасибо. Посточки, все. Вопрос на сумму 200 гривен. Итак, это вопрос от конкурентки. Я уверен, что вопрос будет очень коварный. А задаст его Евгения Зырянова из команды Любавы Гришновой. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Внимание, вопрос. У Жоржа Семенона их 16. У Ивана Франко аж 99. А у Вольтера примерно 160. О чем речь? Строчки. Время. Стихи. 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 Ну, может быть, стихов. В общем же, стихов. Столько, наверное, что не будет. Но Голжа ж не может быть. Они ж не занимались франко. Нет, это не обвиняящее. Стихов может быть стихов. Или, может быть, строчек мало. Сборников нет. Это много. А сколько Вольтера? Да, в общем, отойти. Да, да. Иван Франко. Друзья, может быть, это какая-нибудь коллекция каких-то, извините, чего-то там огурцов. Господи боже. Судя по предыдущим. А кто был самый первый? Франко, Вольтер, Вольтер? Я думаю, что эта блондинка не могла задать что-нибудь такого интеллектуального по поводу строчек. Поэтому я думаю, что здесь какой-то подвох какой-то в этом есть. Нет, ну точно не строчек. Что? Либо... Поэтому если объединять, где Вольтера, где Франко? Вы подумайте, что может их объединять? А творческие произведения. Что именно их объединяет? Вот Вольтера, вот, да? Ну, потому что Вольтеры с Франкою немножко разные. Девушек. Да, нет. А мы должны быть. Не девушек. Ну, что? Время. Время, время, время. Блонда, кто отвечает на этот коварный вопрос? Я думаю, можно какую-нибудь подсказку или что-нибудь, какой-то намек, пристег, припрыжку узнать? Потому что вариантов миллион. Вы опять толкаете меня на преступление. Ну, правда. Ну, почему же, Дим? Ну, правда. Мы уже роды прошли. Я думаю, что наказание будет у меня очень сладким. Надеюсь. Мне тоже. Будьте уверены в этом, Дмитрий. У вас это есть тоже, кстати. Больше подсказок не будет. Итак, кто отвечает? Лавика отвечает. Хорошо, отвечает певица Лавика. О чем речь, Люба? О песнях. О стихах. Я принимаю ваш ответ. Нет. А теперь, внимание, правильный ответ. Я так сказала, что это консервированные огурцы. Зирянова скажет нам. Это правильный ответ или нет? Это неправильный ответ, девочки. Вы такие классные. И, Лавика, вот у вас это точно присутствует. Это псевдоним. А, господи. А, господи. А, подойдем в ряду. Люба. 99. Люба, как я тебе намекал. Ты слышала? Люба. Да. Я, девочки, я на стрессе. Серьезно. Кстати, вы знаете, какой самый смешной был псевдоним у Ивана Франка? Знаете? Нет. Выршороб. Голопупенко. Представляете? Вот такой смешной псевдоним был у Ивана Франка. Голопупенко. Так, а то он некрасивый. Я кручу рулетку, это значит, что у нас девятый раунд. Девочки, продули всю зарплату, блин. А вы знаете то, что единственный арбитр, который существует в мире, женщина, она украинка. А вы знаете, что с футболистами во время матчей не имеют права ездить женщины? И даже стюардессы не имеют права... Ну, потому что они не имеют права не то, что ездить, не имеют права за несколько дней до того отдыхать с ними. Помолчу, пусть пока поговорят. Что делать? Идем в футбольную женскую команду. Женская футбольная команда. А вы отвечаете на вопросы правильно. Вот что делать. Путешествие. И снова получше. Юлечка, спасибо. Путешествие, это значит, что кто-то говорит нам с телевизора. О, кстати, девочки, это ваш шанс. Вы можете за этот вопрос получить целых два балла, а задаст его брюнет. Член клуба «Что, где, когда». Обладатель командного приза «Хрустальная сова». Игорь Кондратюк. Внимание, картинку для блондинки в студию. Спасибо, Михаил. Знаем, 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 что жировика ответит. А вот на эту палку? А вот та не знаю. Пестик и тычинка. А теперь вопрос от Игоря Кондратюка. Внимание на экран. Шановные блондинки. Здравствуйте. Я люблю подружжувати, вы это знаете. Одной из самых прекраснейших стран, где мне удалось побывать, была Япония. В Японии есть иероглифы, вы это знаете. Ними пишут. Скажите, пожалуйста, подивившись на эти два иероглифа перед собой, який из них означает слово счастье, а який – кохание? Я думаю, вы найдете ответить на это за питание. Шановные блондинки. У вас досрочно ответить. Быстрее ответить, да, кохание, несчастье. Хорошо, хорошо. Нет. Нет. А все потому, что у меня такой же есть на лодыжке. А ну-ка, покажите. А ну-ка, пожалуйста. Лавика. И что это за иероглиф? Это иероглиф любви. Сделан он был 8 лет назад. И ни дня не было прожитого, чтобы я об этом жалела в своей жизни. Иероглиф любви у вас находится ближе к сердцу. В левой руке. Прошу, держите. А я думала, любовь вот эта с палочкой. А вы держите это. Это счастье, девочки. Счастье. Итак. Девочки, хорошо. А вы знаете, почему именно так? Кто их знает, этих японцев не поймешь. Это женщина, это мужчина. Он приносит ей счастье и... И любви. А кто кому? Очень хорошая версия, говорю, кстати. Это счастье. Запомни ее, запомни ее, да. А еще будет какой-то вопрос? Нет, мы же ответили уже. Нет, вопросов больше не будет. Просто вы пока смотрите на иероглифы. А Игорь Кондратюк даст правильный ответ и объяснит, почему. Я думаю, что вы догадались, что счастье, как это не дивно, більш проста речь, ніж кохання. И тому иероглиф счастья, он простейший, ніж иероглиф кохання. Вы такой романтик, Игорь. Вы знаете, что вы своей команде принесли сейчас два балла Лавика? Молодец. Своей татуировкой, Люба. Боже мой. У нас пять баллов. И мало того, тысячу гривен себе. Ура. Спасибо. Девочки, поделись. Молодец. На кону десятый раунд. Вы можете воспользоваться правилом «одна за всех». Надо всем решить. Напоминаю, что если вы принимаете условия нашей игры «одна за всех», в случае правильного ответа, вы, естественно, попадаете автоматически в полуфинал, и у вас будут десять баллов. А если вы не ответите на супер вопрос, вы потеряете все. Я думаю, что, дорогая, ты будешь отвечать сегодня за нас всех. Я почему-то так и думала. Моя интуиция. Это Юлия Ковалева. Ну что же, я прошу всех членов команды, кроме Юлии Ковалевой, покинуть игровой стол. Итак, тишина в зале. Я обращаюсь к хранительнице традиции нашего клуба «Светлых голов» к Даши Трегубовой. Дарья, вам не кажется, что за сегодняшнюю игру я очень много подсказывал девушкам? Дима, ну, конечно, помогал. Но ты же блондафренд. Настоящий, хороший блондафренд. Юля, последний шанс вывести команду в полуфинал. Все болеем за тебя. Но при этом строго следим за порядком. Девочки, любая подсказка, и вы... Молчите. А я, кстати, придумал новое слово сейчас. Блондафил я. Блондафил? Это я. Блондафил. А я буду приказать. Итак, внимание. Мы играем в раунд. Одна за всех. И я прошу вынести супер вопрос. Теперь все так официально серьезно. Юля, когда-то на Руси существовала мера длины под названием перестрел. В разное время она равнялась расстоянию примерно от 60 до 200 метров. Через минуту назовите мужчину, которому пришлось пройти ровно один перестрел, чтобы обрести счастье в личной жизни. Время. А что такое перестрел? Если вам легче, вы можете рассуждать. А мы не можем разговаривать, да, вместе? Вы можете рассуждать вслух. Перестрел. Что? Рассуждайте вслух. Я буду как шедерничка рассуждать одна вслух. Так, хорошо. Можно повторить? Мне лучше повторить и все. Можно мне просто повторить вопрос? Время идет, Юля. Нельзя его повторять. Так, 600, 200 километров. На Руси мера длины перестрела. 60-200 метров. 60-200 метров. Назвать именно человека, который... Мужчину назвать нужно. Мужчину. Мужчина перестрел. Рубин Гуд какой-то. Точно может быть, да. На Руси метров длины перестрел. От 60 до 200. Время. Время вышло. Это имя должно быть. Если это мужчина, то, наверное, у него есть имя. Девочки, подсказки взяли. Ну, пожалуйста. Что такое? Юль, на меня смотрите. Время вышку поправить нельзя уже, блин. Итак, это... Подождите, я не услышала. Не услышала что? Я сейчас оштрафную полностью вашу команду. Вы полностью не заработаете ничего. Ноль, ноль, ноль. Итак, назовите мне этого мужчину. Мудрый. Ярослав Мудрый. Пусть это... Кто на купюрах? Подождите. Я принимаю ваш ответ. Козел. Кто козел? На купюрах козел или кто? Когда берите купюры с женщинами? Нет? Ну, подыши. Подыши в грудь. Ждать уже некуда, Юль. Извините. Подыши в грудь. Подыши и подумай. Перестрел. Это расстояние. На которое летит, выпущенная из лука, стрела. Как известные сказки. Да, Иван Саревич. Это он козел? К сожалению, увы. Это я козел. К сожалению, увы. Проигрывайте эту игру. У вас ноль баллов и ноль гривен. Так зачем так закручивать? Я прошу занимать места за вашими игровыми стульчиками. Господи. Перестрел. Мне очень жалко сегодня с вами прощаться, потому что вы такие красивые, чудесная была игра. Аста, умные, веселые. Хотя бы одна из вас сможет побороться за главный приз нашего шоу. За мантию светлейшего магистра. Итак, кто эта девушка? Пусть будет, конечно. Светлая голова сегодняшней игры. Да, самая светлая голова. Наши девушки настолько красивы, что ослепят любого соперника. В том, что они еще и умные, вы можете лишний раз убедиться, если через неделю снова включите новый канал. Меня зовут Дима Калиденко. И это летние игры. Светлый голова. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова